Приветствую вас, Анатолий, давайте разберём ваш вопрос. Значит, ну, во-первых, вы пишите, что в целом постоянно на определенные отношения у вас были, без видимых конфликтов, он абсолютно всё время посвящал детям, на другом маме, я ощущал себя банкомат, но даже разговаривали не часто, пропал стель и говорить меньше. Вот вы, Анатолий, как-то позволили этой ситуации быть? Позволили как-то себе стать банкоматом, условно говоря. Вот. И вопрос, который вам себе нужно задать. Как? Как вы позволили себе, именно себе, стать банкоматом? Типа, если вы этого не хотели, если вам это не нравится, если вам это не по душе, если вам это не интересно, если вам, ну, если для вас это неприемлемо, такая вот ситуация, то странно, что вы позволяете в этом случиться. То есть, есть ощущение, что вы как-то вот, ну, как-то не защищаете свои интересы. Вот какое ощущение. Ну, если вы свои интересы не защищаете, то почему, почему ваша супруга должна это делать? Вот. Она относилась к вам, суть по всему, так, как вы относились к себе и относитесь к той. Вот. И её тоже, наверное, такая ситуация не устраивала. И вот то, что произошло, оно очень сильно выглядит, как просто, знаете, такой повод, что, по сути, вот, и всё. Что, да, это неприятно, да, это неприятно, безусловно, безусловно, неприятно, что ваша жена там, по сути, ищет просто повод, да, для того, чтобы спорваться идти. Да, это неприятно, это правда. Вот. Так, а, вопрос заключается в том, а вы до этой ситуации как допустили? Что, ну, вот, она относится к вам. Понимаете? Вот и всё, как бы, как бы, суть она в этом. И, что с этим делать? Это вопрос. Потому что, ну, вы ситуацию, условно говоря, осознали. как-то, вот, жена вам ситуацию отвергалывала, вот, ах, и сейчас это пришло вот к так, вот, ну, к такому логичному завершению. Ну, у вас, на мой взгляд, тоже есть определенное противоречие, потому что вы, как будто бы, не знаете, вот, вы хотите с ней дальше быть или нет, потому что, вот, судя по тому, как вы жили, да, ну, вообще говоря не очень понятно, зачем вам такие отношения вообще продолжат. Вот, вы отпрашиваете, что делать. То есть, наверное, хотите и хотите что-то делать. Ну, вот, ну, маска не крепится. Поэтому, наверное, сперва нужно что-то менять вам, вот, вот, непосредственно в своем поведении, вот. А дальше уже будет понятно, более-менее, как вести, ну, как вести себя, вот, в этой ситуации и как, для чего и куда направлять свою энергию. Вот. Так что, вы понимаете, вот, вы говорите, да, что, а, я прочитал, а, значит, припитку там, ничего такого нет. Ну, так, а, это же вы, вы эту припитку читали. А тут идея-то не в том, чтобы вы ее читали. А идея в том, что жена хочет видеть в ней измену. Вот. И вот, ну, как бы, вопрос, он отключается в том, почему она хочет видеть в этом измену. понимаете, какая штука. Для чего, для чего ей это нужно? Вот. Зачем ей это нужно? Не проще. Вот. Такой здесь момент. Поэтому вы, в данном случае, с позиции подходите, такой, рационалистический, рационалистичный позиции. Вот это, к сожалению, проигрочная история, потому что, ну, вы жены просто на разных языках, говорите. Вот. И, и, спорят доказывать, вам, чтобы они были полезны. Вот. Так что, какая цель? Сформулируйте цель, формулируйте запрос к психологу. Вот. И, соответственно, дальше уже можно будет о чем-то говорить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.